Всем привет! Сегодня я хочу вам быстренько показать, как я справляюсь со всеми своими недостатками под глазами. Вот это сейчас вариант до, и свет очень сильно убирает, конечно, все недостатки у меня под глазами сейчас. Я сейчас его выключу и покажу вам реальную картину. Итак, свет я выключила, и видно, что у меня вот эта вот зона немножко темная, также у меня здесь уже венки начинают проступать. Опять-таки на видео все это как-то сглаживается, как-то камера моя работает мне на пользу. Еще вот здесь вот у меня тоже такая вот немного голубая такая венка проступает, и в жизни это все выглядит не очень красиво. Более того, у меня есть морщины под глазами, вот особенно вот эта морщинка, мелкие какие-то морщинки. Это те морщинки, которые появляются первыми, мимические, скажем так, морщины, которые я люблю убирать, и у меня есть способ, который я вам сейчас покажу, и этот способ позволяет консилеру не забиваться вот сюда в эти морщинки, не скатываться туда потом на протяжении дня и не выглядеть ужасно под вашими глазами. Сейчас я обратно включу свет для того, чтобы вам все было лучше видно и было все более наглядно, и мы тогда приступим. Я буду сегодня использовать вот такой вот корректор от Pixi, он называется Correction Concentrate, и он очень такого красивого персиково-бежевого оттенка, наверное, и сейчас вы увидите, как это смотрится на голову. Корректор я буду наносить кистью S3 от M-Art, и что я буду делать? Первое, что я делаю, это, и опять-таки, я советую вам наносить корректор, если у вас вот такие же проблемы, как у меня, то я советую наносить именно кистью, а не пальцем, потому что пальцем вы забиваете его сразу во все ваши морщинки, и он у вас в любом случае скатается. Так, первое, что мы делаем, это наносим корректор по орбитальной кости. Мы не заходим под глаза, а просто наносим по орбитальной кости, и я также обязательно наношу вот в эту зону, потому что там я уже показывала вам, у меня есть там венка, которая очень некрасиво смотрится. Ну и вот так вот я наношу этот корректор, растушевываю его к низу. Обратите внимание, что вот эту зону я вообще никак не зарисовываю ничем, потому что, по большому счету, очень редко именно вот в этой зоне бывают проблемы. Бывает, что еще сосуды очень близко расположены в этой части, но если вы будете использовать дальше тени, то нет смысла даже зарисовывать эту зону корректором. Если вы не будете использовать тени, тогда пройдитесь корректором совсем легко, вот так вот прям под ресницами. Но опять-таки вот эту часть, которая у нас немножко с морщинками, оставьте в покое. Ну и вот так вот я, в принципе, его нанесла, наляпала. И дальше берем наш любимый пальчик, прикладываем и просто как бы плавим корректор под нашими глазами. Под температурой нашего тела этот корректор начинает таять и начинает втушевываться в кожу. И вот такими нехитрыми движениями мы продолжаем это все делать, растушевываем, как обычно. И теперь посмотрите, что мы в итоге получаем. Синяки под глазами скрыты, венка моя тут скрыта, тут скрыта, а в морщинке у меня ничего не забивается, и на протяжении дня у меня ничего там не будет забиваться, потому что я туда ничего не наносила. Сейчас я опять-таки выключу свет и покажу вам, в общем-то, как это все выглядит без профессионального света, чтобы вы посмотрели реальный эффект. И вот какой результат у меня получился. По-моему, очень даже неплохо, выглядит все довольно натурально, красиво, но в то же время я полностью избавилась от той проблемы, что у меня забиваются корректоры и консилеры в морщинке, даже усугубляют эти мои морщинки, они выглядят хуже, глубже. И, в общем-то, да, вот такой вот у меня способ. Мне кажется, он отлично работает, поэтому я вам советую попробуйте. Если вам понравится, то обязательно мне сообщите. Мне очень нравится такой эффект. Я бы, кстати, могла бы, наверное, еще чуть-чуть даже добавить корректора, чтобы скрыть немножко больше эту венку. Ну, в принципе, в основном задача выполнена. Поэтому вот такой вот совсем вроде, казалось бы, простой способ, но очень эффективный. Обязательно поставьте мне палец вверх, если он вам понравился, и я увижу вас в следующем своем видео. Пока!